Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы начнем наш обзор с рассказа об одном уникальном ноже, который сейчас я вам представлю. Нож этот пришел к нам совсем недавно из Японии, после нашего посещения выставки в городе Секи осенью прошлого года. Нож изготовлен мастером Нибе Юкио, и так, за счет чего мастер Нибе Юкио стал всемирно известен. За счет того, что ему пришла в голову идея находить обломки старинных катан и изготавливать из них свои ножи. Мастер тратит очень много времени для того, чтобы находить старые и, казалось бы, совершенно уже бесполезные обломки, куски железа и восстанавливать их до почти идеального состояния. Это требует много времени, поэтому мастер не делает ножи из обломков катан на заказ. Он никогда не может предварительно сказать, найдет он что-нибудь в этом месяце или не найдет что-нибудь достойное его внимания. Мастер восстановил полировку и сохранил уникальную линию хамона, которая изначально была на лезвии. Удивительно, что мастер специально оставляет на клинке некоторые дефекты, чтобы владельцу было понятно, насколько сложен был его труд и насколько в плохом состоянии была найдена та или иная катана. Если обратите внимание, на клинке есть выбоины и царапины, которые оставлены специально. Это не брак, это некий элемент художественного оформления клинка. Чаще всего мастер покупает катаны, из которых изготавливает свои ножи, у друзей или в антикварных магазинах. Этому мячу примерно 100 лет, чуть больше 100 лет. Чаще всего к мастеру попадают катаны не сломанные, а разрезанные. Почему разрезанные? Потому что в Японии обычные мечи, даже старинные, считаются холодным оружием. И чтобы оставить меч у себя, чтобы была возможность его хранить в семье, люди меч разрезают. Из каких частей меча обычно изготавливает нож мастер Небелки? Он прислал нам письмо, в котором указал три зоны, из которых изготавливаются обычно клинки для его ножей. Этот нож изготовлен из центральной части, которая отмечена стрелочкой на рисунке. На больстере высечено клеймо мастера Небеюкио. Что касается закалки этого ножа, естественно, в руки попадают, поскольку мастеру старинные катаны. Они уже прошли закалку, зонная закалка, линия хамона на них присутствует. Однако мастер замечает, что часто даже старинные катаны обладают декоративной линией хамона. То есть она всего лишь нарисована, но закалка не произведена. Поэтому перед покупкой он всегда проверяет твердость режущей кромки. Твердость режущей кромки Небеюкио проверяет тарированным напильником специальным. Проводит по заготовке для ножа. Если остается царапина, значит этот кусок клинка ему не подходит. Если, соответственно, не остается, можно брать и дальше обрабатывать, уже полировать, создавать ручку и так далее. Что еще хотелось бы сказать? Во-первых, конечно же, полученный мастером меч, обломок или отрез меча обрабатывается, безусловно, вручную. И вот мастер говорит, что он пытается, при том, что он пытается придать клинку какую-то новую форму, он также пытается оставить и сохранить красоту традиционного меча, из которого был изготовлен клинок. Потому что он хочет сохранить труды, старания мастера, вложенную в изделие душу. И поэтому он бережно очень относится к обработке и даже иногда оставляет какие-то дефекты на клинке. Чтобы было видно, что меч действительно старинный, что у него есть какая-то история, какая-то своя судьба. Что мастер говорит об имени клинка? Часто мастера дают какие-то названия своим изделиям и своим ножам. Но конкретно мастер Небел Кио говорит о том, что имя для клинка – это очень тонкая вещь, такая очень личная. И он старается клинкам не давать названия, потому что считает, что именно владелец должен, уже приобретя клинок, уже его назвать как-то для себя. Потому что это все-таки его вещи. Как мы помним, катана для японцев – это вместилище души воина, вместилище души владельца. Также вот этот нож – это вместилище души владельца того, кто его приобретает. И именно он должен дать имя клинку. Что еще хотелось бы сказать, так это информацию по уходу за данным произведением искусства. В отношении этого ножа действуют все те же правила, которые действуют обычно в отношении хранения и ухода за катанами. Обязательно его протирать маслом камелии, ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лезвия руками, потому что на стали могут остаться потемнения, темные отпечатки. Мало того, при близком разглядывании ножа не стоит говорить слишком много, потому что микрочастицы слюны могут попасть на клинок и оставить там свои отпечатки. Это считается уже некрасиво и лучше рассматривать его и близко подносить к лицу молча. На рукояти ножа и на ножнах используется древесина магнолии, которая покрыта традиционным лаком уруси. Здесь лак состаренный и потертый. Что такое лак уруси? Это натуральный лак, сок лакового дерева, которым предмет покрывается и после затвердения приобретает уникальные свойства. Он становится очень твердым, если лак полированный, он очень ярко блестит. Здесь он специально зашкурен матово, чтобы создать общую композицию с клинком, которая будет напоминать о возрасте меча, из которого сделан нож. Смотря на нож мастера Нибы Юкио, я вспоминаю историю запрета на изготовление традиционных японских мечей во время оккупации Японии и Соединенными Штатами Америки. Акт запрета, а также действия, направленные на полное уничтожение большей части национальной коллекции катан, вакидзаси, танта и тати, был направлен на уничтожение кузнечного искусства как такового. Оно должно было быть забыто навсегда. И тем не менее, благодаря упорству и уважению к традициям народа страны восходящего солнца, оно получило вторую жизнь. Точно так же, как получила вторую жизнь двухсотлетняя катана в этом ноже. Субтитры создавал DimaTorzok